Особое мнение на 101FM У меня получилось так, что в течение вчерашнего дня у меня было две встречи и были переживания, потому что по обоим местам, где эти встречи планировались, как раз проходили мероприятия и слава богу все состоялось, то есть встречи были во второй половине дня, поэтому... К этому моменту уже все закончилось В рамках данных встреч, когда я разговаривал с людьми, они говорят, конечно, полдня на смарку ушло, потому что все это заняло слишком много времени А почему? Ну, я думаю, что здесь есть локальные вещи, а есть вещи более глобальные, хотя они, в принципе, на мой взгляд, связаны И это говорит о том, что, по большому счету, ну, наверное, мы находимся в таком расслабленном состоянии, я имею в виду, что, в первую очередь, вся наша правоохранительная система, что, как бы, среагировать мы смогли только на сами звонки, а вот, как бы, все остальное получилось не так слажено В смысле, люди не готовы, не знают, как себя вести в такой ситуации и мешают работать сотрудникам или что? Давайте по поводу людей-то я еще, по-моему, года два или три, по-моему, тоже в эфире мы обсуждали эту тему, связанную с ГОЧС Насколько мы, там, готовы к различным ситуациям, как, там, природным, техногенным, и, там, вплоть до терактов И по большому счету, наверное, сегодня надо признать, что, ну, вряд ли мы готовы к этому, да, то есть, вот, просто, там, ностальгируя по советским временам, когда тема гражданской обороны, она была достаточно важна И регулярно проводились не просто испытания, там, сирен, как это сейчас, там, максимум, там, раз в полгода проведут испытания сирен А реально проводились ситуации, когда люди знали, где находится ближайшее от них бомбоубежище, как себя вести при той или иной ситуации Бомбоубежище постоянно проверялись, и, там, я помню, еще, когда был ребенком, как нас из подвалов гоняли, где, которые предназначены именно под бомбоубежище Ну, вот, сегодня, честно говоря, у меня такое нехорошее предчувствие, что большинство людей просто не знает, что делать-то Так, может, эти бомбоубежища сейчас секретные объекты? Тут я в федеральной, по-моему, ленте видела пост кого-то из московских депутатов, кто писал запрос, да, рассказать вот в этом конкретном районе, где ближайшее бомбоубежище и куда людям бежать Им сказать, что это закрытая информация Ну, вот, понимаете, да, то есть информация, которая, там, в первую очередь должна, там, для людей идти, она, как бы, она, оказывается, у нас еще и закрытая При всем при этом, ну, я думаю, что она закрыта в том числе и потому, что, как бы, по большому счету, там, к требованиям бомбоубежища эти помещения, это вряд ли они уже приспособлены Приспособлены и соответствуют, там, и не только в Москве, вот, и, там, ну, просто смотря о том, как люди, там, на той же Украине прячутся в подвалах Ну, я думаю, что у нас ситуация немногим лучше, и, если что, там, единственное место, где можно спрятаться, это будут, опять же, подвалы Очень надеемся, что ничего, если что, не случится Я тоже надеюсь, что это тут и то, как говорится, да, чтобы ничего это не пришлось испытать Но, по большому счету, вот, все эти ситуации, которые были вчера, они еще раз обозначают эту тему, что тема гражданской обороны Вне зависимости от того, там, есть ли военные угрозы или нет военных угроз, это тема, которая... А угрозы могут быть, кстати говоря, какими угодно Я вот свое детство помню, у нас же, вот, эти все учения, они проводились даже, ну, скажем так, исходя из возможностей потенциальных какой-то техногенной аварии То есть на каком-то из предприятий произошел выброс чего-то, и люди в этот момент должны понимать, во-первых, какие действия предпринимать, что нужно, там, надеть на себя, как себя защитить, куда бежать Да-да-да, вот, я полностью, там, согласен, что, в любом случае, как бы, говорить об этом надо А вторая сторона, это уже не касается людей, а касается структур, которые, как бы, на это реагируют Вот меня, на самом деле, поразило, что еще, как говорится, ситуация даже не разрешилась, а уже там в СМИ появились сообщения о том, что, вот, там, наши правоохранительные органы жалуются на отсутствие собак специально подготовленных, там, специалистов А, ну, просто смотрите, нет, ну, подождите, невозможно же держать в таком количестве штат людей, которые способны обследовать какой-то объект Вот вчера, вот, ну, судя по сообщениям, да, что эвакуировали? Семейную клинику «Верес», торговый центр «Баска», торговый центр «Бум», торговый центр «Максимум», редакция «ГТРК «Вятка», детские сады», гостиница «Альфа», ресторан «Царское село», администрация «Кирва», облбольница, больница РЖД Еще и церкви надо было взять под охрану Ну, вы представляете, какое количество собак должно быть? Ну, я представляю, какое количество собак должно быть Их всех надо кормить Сейчас, как бы, говорю о том, что, собственно, там, одна из задач правоохранительных органов — обеспечение безопасности, да, там И вот парадоксально, что все-таки первые комментарии, которые появились от правоохранителей по этой теме, они были связаны, опять же, с оправданием того, что вот Мы не можем работать быстрее, потому что у нас ничего нет Ну, возникает вопрос, как бы, вы федеральные структуры все, там, что МВД, что ФСБ и так далее Ну, как бы, где, там, работа с федеральным центром? Или опять это, там, ложится на плечи, там, регионов и муниципалитетов, да, там, создание кинологических питомников, там, подготовка минеров и так далее, да, саперов, точнее Вот, то есть, вот, опять же, там, ситуация такая, что, слава богу, что вчера все это разрешилось именно в том виде, что там ничего не обнаружили Ложные были вызовы, да? А вот, как бы, хорошо, а если, там, если бы это было не так, да, то есть, и, там, принять потом оправдание в том, что мы не смогли сработать быстро, потому что у нас, там, не хватает собак, ну, слушайте Это, там, граничило на уровне некомпетентности, как минимум, с тех структур, которые этим занимаются Поэтому ситуация показательная, да, то есть, она, там, да, неожиданная и, возможно, вызвала определенный дискомфорт не только в этих учреждениях, но и, в принципе, у жителей и в городе Потому что, там, достаточно большое количество было спецтехники по городу летало Ну, вот, ну, сейчас самое главное сделать выводы из всего этого, да, то есть, выводы, которые были бы не с точки зрения оправдания, а с точки зрения, там, как ситуацию менять в другую, в лучшую сторону Потому что, ну, там, вчера мы поняли, что... Людей надо готовить вообще Спасти себя, конечно, мы пока не очень можем Людей, вот, обычных горожан надо готовить к тому, как себя вести в экстренных каких-то ситуациях Но, вот, об этом мы говорили, да, то есть, как бы... Чтобы не мешать, например, сотрудникам, да, полиции, либо МЧС Не подвергать себя угрозе, да, чтобы они не отвлекались в этот момент на то, что туда не ходите, значит, да, а все дружно, как бы, построились и знают, что нужно делать Помните, была история с зимней вишней в Кемерово, да? И тогда же, вот, у нас всегда же, когда случается что-то в стране такое, сразу же начинается, вот, конкретно в этой сфере Сразу же начинаются проверки, ну и что? Ну, там же нашли какого-то пожарника Нет, 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 я... Сделали козлом отпущение Я даже не конкретно про них, а то, что потом пошло, то есть, все эти учения в торговых центрах, еще что-то Проверки, да, когда выяснялось, что где-то там какие-то двери закрыты, выходов пожарных нет, еще что-то, да? Ну, да, то есть, там... А люди вообще расслаблены? А люди расслаблены в том числе и потому, что их, как бы, никто не тренирует на эту тему, да, то есть, поэтому все расслаблены Сейчас вот, сколько там с зимней вишней прошло сейчас, давайте, там, придем в те же, там, кинотеатры, там, в те же торговые центры И поинтересуемся, когда были последние учения Я думаю, что, там, ну, результат нас неприятно удивит О том, что, там, скорее всего, после зимней вишни-то никто больше, там, и не проводил подобных учений Мне просто кажется, что тут еще есть такой фактор Не хотят людей просто раздражать Ну, то есть, если проводить учения, их надо проводить, наверное, в, ну, скажем так, в условиях, приближенных к реальным, да? То есть, не выгонять посетителей из торгового центра заранее, смотреть, где и что А просто вот, и не предупреждать их, а просто внезапно, там, да, раз, объявить это все и смотреть, как люди действуют И сотрудники в этот момент должны как-то себя проявлять, я имею в виду, той организации, да? Ну, кто-то же есть ответственный, да, в каждой организации Конечно, конечно, ну, смотрите, да, то есть, мы же понимаем, что в случае наступления чрезвычайной ситуации, там, в первую очередь, ограничиваются права людей И за счет этого обеспечивается дисциплина Вот, поэтому, как бы, проведение каких-то тренировок, да, там, проверочных мероприятий, связанных с ограничением для людей Если они действительно, как бы, будут проводиться, то они в конечном-то итоге, даже если они будут вызывать определенное, там, недовольство определенной части, в конечном-то итоге они, по крайней мере, этой же определенной части покажут, там, модель поведения, да, когда, там, звучит сирена или начинают быстро выводить из, там, тех или иных помещений То есть, в этом я не вижу ничего плохого У нас, я вообще не знаю, вот сейчас есть вообще подобные какие-то тренировочные вещи, например, в детских садиках, либо в школах Есть в лагерях, в детских загородных лагерях, да, там приезжают пожарники и они проводят вот подобное учение А в школах, насколько я знаю, тоже периодически где-то, возможно, точнее, где-то они проводятся, ну, крайне периодически и в большей мере, понимаете, опять же, страдает разъяснительная часть Потому что детей взяли, вывели, там, не объяснив ничего, не рассказав ничего, потом просто отпустили, вернули обратно И в результате, там, родители, я даже помню, как где-то писали о том, что вот, что это такое, там, провели зимой учение, детей выгнали, там, без верхней одежды, там, и так далее Ну, если под это дело была какая-то разъяснительная работа со стороны правоохранителей с детьми, да, то есть им объясняли, для чего это делается, зачем это надо То есть, вот когда мы, еще раз повторю, говорим о том, что чрезвычайная ситуация связана с ограничением, там, прав и свобод человека Вот это надо разъяснять, потому что в противном случае это будет вызывать, вот, как бы, тоже те частые ситуации Давайте вот вспомним, как она, хромая лошадь была, да Это в Перми, да Когда начали эвакуировать, а там кто-то, там, руками махал, говорил, там, не трогайте, там, мы, там, еще посидим, там, и так далее То есть, это же тоже были живые факты Это говорит о том, что, ну, у людей даже на уровне, там, рефлексов, на подсознательном уровне Не срабатывает инстинкт самосохранения Да, да, и поэтому, еще раз повторю, там, тренировки нужны, и они должны достаточно регулярными быть, чтобы люди это понимали В лагерях, честно могу сказать, ни у кого не вызывают, предположим, там, отторжение того, чтобы там проводятся какие-то учебные мероприятия И да, крайне важно здесь не только смотреть, что вот приехали, там, пожарные или, там, ФСБ, да, там, а смотреть еще на поведение персонала в этой ситуации Потому что, там, ну, все эти планы, там, пожарной безопасности и так далее, они все есть Они все якобы, там, должны проверяться, там, соответствующими структурами По большому счету, там, мы понимаем, что это формализм, там, повесить план эвакуации Или, там, повесить список, кто за что отвечает, и, собственно, на этом все Народ, по большому счету, не понимает, а в свете того, что у нас, там, и текучки большие, да, то есть, эти, там, планы и приказы, они не всегда актуальны В общем, усиливать надо работу везде, по всем, по всем направлениям Организовывать Организовывать Ладно, посмотрим, надеюсь, что больше не случится в нашем городе ничего подобного Очень хочется, чтобы все было благополучно Давайте мы к политическим темам перейдем Видели наверняка уже в списке кандидатов в городскую думу Ну, я не знаю, про выборы главы региона, наверное, мы сейчас пока не будем говорить, но преждевременно пока, может быть, да Вот, а про выборы в городскую думу можем поговорить Вот в этих списках, которые вы видели, мы, там, и одномандатников наблюдаем, и списочную часть Есть что-то, что вас, там, удивило, например, да, либо не порадовало? И второй вопрос Вот, вы их посмотрев, можете сказать, там, кто молодец, а кто не молодец? Скажем так Ну, давайте так, да, то есть, начнем с Единой России, да, то есть, Единая Россия складывается впечатление, в том числе по этим спискам, что не очень собирается, или, может быть, не очень верит в то, что ей удастся сохранить гегемонию на уровне городской думы То есть, на мой взгляд, там, может быть, конечно, сейчас происходит как раз период, там, смены эпох, в том числе в Единой России, и появляется много новых людей Но, на мой взгляд, как бы сказать о том, что там сейчас, там, есть точно те, кто, там, поднимут флаг Единой России, и вокруг них создастся самая большая фракция в городской думе Я, честно говоря, плохо себя понимаю, да, там, при всем при этом, я понимаю, что вот эти, там, кандидаты, так называемого, социального блока правительства, да, то есть Врачи и учителя Да, назвать их, наверное, единороссовскими, ну, будет крайне затруднительно, да, там, несмотря на то, что, там, скорее всего, они войдут во фракцию, но все-таки это не партийные люди, это люди, там, бюджетной сферы Для них абсолютно другие будут векторы получения команд, да, то есть, и, соответственно, как бы, как показывает практика, это, в том числе, будет и угроза для самой фракции Потому что ей нужно будет, там, согласовывать каждое решение Внутри себя Отдельно с правительством, да, то есть, имеется в виду с теми, кто руководит вот этим депутатами социального блока правительства, да Опять мы тут, кстати говоря, с вами упираемся в тему, а могут ли люди, которые работают в бюджетной сфере, быть хорошими депутатами? Да я вообще на эту тему уже давно, там, перестал, да, то есть, даже размышлять, потому что в конечном итоге мы понимаем, что, там, это, знаете, это все равно, что, там, как говорят, из права в левый карман переложить, да, то есть, люди, работающие в бюджете, там, занимаются тем, что утверждают бюджет Ну, как бы, парадокс, по большому счету Так, Единая Россия То, что касается основных оппозиционных партий КПРФ, СР, КПРФ Справедливая Россия за правду Ну, в принципе, ничего особо нового, единственное, конечно, вот эта, там, ситуация с конфликтом между, там, СР и Сураевой, да, то есть, вот этот, и переход в другую группу, да, то есть, ну, по большому счету, там, да, ничего особо тоже и не меняет, на мой взгляд, да, то есть, там, не сказать, что кто-то сильно, опять же, лезет в партийную идеологию В партийные цели, да, то есть, речь идет просто-напросто, кто, там, под какими флагами будет сидеть Вот, то, что команда, там, молокозавода, она мощная, она конкурентная, она привлекательна для любой оппозиционной партии Там, ну, она, я думаю, привлекательна была бы и для единой России Вот, это, это факт, да, и поэтому, там, под чьими флагами она пойдет Ну, по большому счету, там, не имеет значения, мы понимаем, что, там, скорее всего, вот эти люди будут формировать значительную часть городской думы Хорошо это или плохо Ну, если, вот, по крайней мере, судить по списку тех людей, кто идет по, там, того же молокозавода, да, то, в принципе, это люди опытные Да, то есть, это, там, не случайно и не просто, там, новички, которые будут сидеть и смотреть только ждать, там, как им напишут проголосовать Ну, это, там, люди у немалого количества, есть большой опыт уже депутатской деятельности, поэтому, там, они будут достаточно заметны и активны Так Ну, интересно появление, точнее, интересна активность так называемых новых людей Но, глядя на... Как-то вы так называемых, ну, в смысле, чтобы поняли, что это название партии Ну, нет, это в том числе и определенный сарказм, потому что у меня складывается устойчивое впечатление, что это все-таки один из проектов Единой России, да, там, и то, что, там, на сегодняшний момент, вот, есть несколько, там, информации о том, что они, там, пользуются административной поддержкой, в том числе, там, и муниципальной власти, и где-то даже и областной власти Лишь подтверждает это, что тенденция говорит о том, что это все-таки больше пропартийная партия, провластная, провластная, прогосударственная партия Но, в принципе, там, состав достаточно интересен, вот, и, ну, как бы, посмотрим В основном, конечно, он состоит из новичков Ну, кстати, вот, к ним обращаясь, да, мы там видим, я не знаю, ну, с точки зрения закона, ведь нет ничего, наверное, сейчас запрещенного в названии, там, именной фамилии, там, насколько я помню Мы же размышляем Анна Альминова там, да? Ну, да, Анна Альминова, при всем при этом Бывший министр спорта, да, олимпийская чемпионка Ну, это одна сторона, там, другая сторона в том, что, как бы, она была уволена Сторона связанная с той же крышей вересняковского легкоатлетического манежа, то есть, как бы, и плюсы, и минусы тут собираются Так Вот Ну, можно провести аналогию, предположим, с ЗАГС-собранием, где есть депутаты от этой партии Настя Скурихина там работает, Анастасия Скурихина Я, честно говоря, там, несколько разочарован, потому что, там, ну, я их не вижу Ну, она одна Ну, ну, как бы, это не мешает быть Заметной? Заметной, да, то есть, это же и законотворческая деятельность, это и публичные какие-то выступления, да, то есть, и комментарии Ну, вот, как бы, мне кажется, что до этого она была более заметной, чем она стала это сейчас Вот, и если аналогично произойдет в городской думе, то, конечно, будет, ну, крайне грустно Хотя, еще раз говорю, если там, по практике, да, если это все-таки провластная партия, да, то есть, такая своеобразная Вторая партия, ну, понятно, что она, значит, просто там ассимилируется с Единой Россией И, собственно, там, потеряется какую-то самоидентичность Вы даете им шанс на проход в городскую думу? Я думаю, что они пройдут, и достаточно уверенно, что это будет не один человек Другое дело, еще раз говорю, что будет дальше Коммунисты России, там, малая партия, кто у нас еще, Родина? Ну, коммунисты России и Родина, это партия, для которых важна даже не столько, предположим, там, большая представительство Сколько, все-таки, прецедентность, да, то есть, создание прецедентов того, что они входят в представительные законодательные органы И, поэтому, при целых, достаточно понятен, то есть, наша задача, там, одного-двух протащить Для того, чтобы потом было проще уже участвовать и в выборах регионального и федерального уровня Когда, собственно, там, есть уже возможность То есть, это избавляет от сбора подписей, от всей этой бюрократии, да, ненужной перед другими, перед следующими уровнями Я думаю, стратегия, что там, местного регионального отделения, что федерального, как раз заключается просто на том, чтобы, вот, все-таки, как бы, хотя бы одного-двух протащить Будут ли неожиданности какие-то? Это, во-первых, во-вторых, удастся ли, например, кому-то из оппозиционных партий повторить успех выборов законодательной собрания? Я вот не называю, не называю Ну, по большому счету, там, сегодня, после того, как, там, ЗАГС Собрания было принято решение, точнее, закон о том, что глава города будет, глава администрации будет избираться Там, комиссии, ну, опять же, там, роль представительного органа после этого, там, сильно, 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 сильно снижается И, как бы, непосредственно расклады, ну, хорошо, там, будут более жаркие Всевозможные заседания и депутатские слушания Но, в конечном итоге, там, возможность со стороны главы администрации вообще не реагировать на все эти, там, выпады, она еще становится еще больше, чем сейчас Поэтому, как бы, по большому счету, там, я предполагаю, что у Единой России не будет большинства, да, там, но в то же время не будет большинства ни у одной из оппозиционных партий А у коалиции оппозиционных партий? Опять же, мы очень... Или вы не верите в коалицию? Сейчас должны понимать, что после конфликта, который произошел, да, там, между ЛДПР, а сейчас уже ЛДПР, да, там, и СССРами Ну, не знаю, насколько там они смогут создать коалицию Ну, я имею в виду ситуацию Сураева Да, то есть, насколько они там смогут договориться до коалиции А вы это рассматриваете как конфликт между справедливой Россией и СССРами, мне казалось, ой, между справедливой Россией и ЛДПР, или это вот исключительно внутри справедливой России за правду, некие движения произошли? Просто переход из одной, там, условно, из одной политической силы в другую, нет? Я думаю, что раз эта ситуация вылилась в паблик, да, и обозначилась как конфликт, то есть, опять же, мы же с вами знаем и по ободу ЗАГС собраний и предыдущих созывов о том, что, если, предположим, там, Единой России нужны были там свое большинство, то они там и в партиях оппозиционных договаривались потихонечку о том, что свои люди там проходили Поэтому, если бы речь шла о том, что оппозиция в городскую думу там собирается выстроиться в некую коалицию, то, мне кажется, весь этот процесс там перехода от СССР в ЛДПРовские списки Был бы обставлен по-другому Был бы более тихо, да, обставлен и как бы и незаметно А раз эта ситуация вылилась в конфликт, то, скорее всего, этот конфликт получит дальнейшее развитие и продолжение в виде нежелания этих партий там друг с другом объединяться Интересно Ну, это как бы вот мое предположение Но там, опять же, есть коммунисты, есть родинцы и все остальные, да, которые, в принципе, я думаю, готовы будут к коалиции И заинтересованы будут в создании коалиции для того, чтобы быть Оппозиционной коалиции Да, быть услышанными Ага Ладно И во многом, конечно, стремление коалиции будет определено тем, кто станет главой администрации А как это вообще скажется на жизни нас с вами, нас, горожан? Вообще, горожанам интересно и важно ли для горожан, кто там заседает в городской думе? Абсолютно не важно, вот, абсолютно не важно Я, честно говоря, это вот, там, читая в тех же пабликах выступления, там, посты различных депутатов и кандидатов депутатов, да, то у меня всегда возникает вопрос Вы, как бы, с чем собираетесь идти? С какими предложениями по улучшению вы собираетесь идти? А еще было бы неплохо для тех, кто там был, там, ну, рассказывать о том, что вы сделали за это время Потому что, как бы, для меня, ну, вот, честно могу сказать, там, я уже не видел своего кандидата, своего депутата По моему округу в юго-западном районе, да, я его никогда не видел, знаете, так, по большому счету Будь то там был и были единороссы, были даже эсеры Один раз я даже как-то обращался к кандидату от Справедливой России, ничем он не особо, там, и даже не проявил никакого желания, там, порешать проблемы Ну, а все остальное, так, как бы, вообще не видно и незаметно И, соответственно, у меня возникает вопрос, если вы собираетесь идти снова, так, ну, расскажите тогда, что вы сделали Понятно Потому что я знаю, что, вот, там, были вопросы, там, не знаю, с парковками, решали сами Были вопросы с ремонтом дороги, решали сами Это про свой дом вы сейчас говорите, да? Да, про свой микрорайон Да Ну, вот, как бы, без какого-либо участия депутата Сказать, что депутаты, там, на уровне каком-то нормативно улучшили жизнь кировчан Да, тоже, я, как бы, так не могу сказать, мы переживали, там, тяжелые времена, связанные с пандемией Ну, как бы, никакой особой поддержки со стороны города точно не чувствовалось Там, от области-то не чувствовалось, а уж со стороны города-то и подавно Поэтому, ну, крайне интересно было бы, вот, на этих встречах, там, если все-таки у нас кандидаты пойдут в мой микрорайон Я, как бы, обязательно им задам вопрос, а, как бы, что сделали вы или, там, ваша партия, там, в предыдущем созыве Для того, чтобы, вот, как бы, проблемы порешать Потому что, там, мне не нравится, когда, каждый раз, когда, там, проходит заседание городской думы В конечном итоге, самым интересным являются, там, конфликты, которые, там, устраивают допросы Мы это, там, в свое время и ЗАГС собраний не очень приветствовали, да? То есть, когда, там, Сергей Павлинович и Валерий Николаевич Валерия Турула и Сергей Мамаев Да, там, устраивали, там, какие-нибудь кипиши, да? То есть, в отношении каких-то чиновников, но это деструктивно, да? То есть, понятно, что иногда надо, там, обозначать свою позицию Но, там, превращать каждое заседание в, там, вот, такое, в пустое, просто выкрики и оскорбления в адрес, там, кого-либо Ну, это деструктивно И поэтому, там, мне хочется, все-таки, больше конструктивной направленности Слушайте, ну, вот то, что вы говорите про шансы, условно говоря, там, единой России, оппозиции, да? И, возможно, какое-то, там, более-менее равное положение в городской думе Это-то как скажется на жизни горожан? То есть, вот, как раз будут споры, наверное, все время Ну, я уж, простите, тут тоже Мистериальной работы Может, лучше, когда, там, гегемония, кого-то одного нет? Со своей, там, темой у нас есть важная дата, там, через два года, 650-летие города Так, так Вот это хороший повод всем объединиться и думать о том, как почистить город, да, там, как привести его в порядок Где деньги взять на это? Как привлечь под это деньги и как, там, провести празднование таким образом, чтобы, там, никто потом не говорил о том, что мы, там, 65 лет послушали, там, какого-нибудь лепса, да, там, и все и забыли, да, там, чтобы город Вот получил что-то, что будет дальше, там, обеспечить наше качество жизни, комфортное качество жизни, да, то есть, вот, есть два года на то, чтобы, там, с этим работать Ну, вот, давайте над этим поработаем Мы об этом поговорим чуть более подробно Мы сейчас попробуем идти на рекламу чуть пораньше, чтобы не начинать эту тему Надеюсь, звукорежиссер нас отпустит Особое мнение на 101FM Продолжаем программу Михаил Курашин у нас в гостях, вице-спикер ЗАГС Собрания Кировской области Пятого Созыва Мы остановились с вами на праздновании, точнее, на подготовке к празднованию 650-летнего юбилея города Это будет в 2024 году, если кто еще не понял, да И вы говорите, что одна из главных задач, вот, новой городской думы будет в том, чтобы объединиться и найти какие-то ресурсы, достойно отметить эту дату Мне бы хотелось, чтобы это стало тем консолидирующим трендом Фактором Фактором для, вот, всех партий и новых депутатов, которые придут в городскую думу Сосредоточиться на этом А я, Михаил, ведь помню, вы, по-моему, как-то курируете предложения общественников, да, по поводу того, что нужно сделать в городе к 650-летию Вы, по-моему, у нас в народном мнении рассказывали об этом, да? Ну, фраза, конечно... Курируете не совсем верно? Курирую, она там чересчур глобальна, да, действительно Мы там встретились с Рио-губернатором, неким вот таким небольшим составом людей, которые действительно там этой темой озабочены Темой подготовки и празднования юбилея Мы внесли свои какие-то предложения, связанные с... точнее, не какие-то, внесли свои предложения, связанные не только там с тем, какие мероприятия провести сам год празднования Но и на что следовало бы обратить внимание с точки зрения подготовки города То есть мало помыть-то город, да, то есть мы понимаем, что там одной приборкой здесь не отделаться Нужно еще и принимать решения, связанные с там ремонтами фасадов домов, находящихся в красной зоне Благоустройством парков, скверов, общественных пространств, подготовкой дорог, тротуаров, коммуникаций Ну, поверьте, там, я думаю, что все понимают, что если мы там празднуем юбилей города, а у нас, как в этом году весь город перерыт, да, там, то точно никакого позитивного праздничного настроения у жителей не будет Или если дождь сильный пойдет, ливневка не работает Да, то есть, как бы, вот эти все вещи необходимо предусмотреть, а по сути-то у нас времени уже нет У нас остался, если там говорить по чиновничьему, у нас остался один бюджет, да, то есть бюджет следующего года И поэтому, там, мы сформулировали предложения, эти предложения озвучили в РИО, там, большая часть из них получила поддержку И сейчас мы, как бы, готовим эти предложения к тому, чтобы начать их обсуждать с оргкомитетом и с городской администрацией для того, чтобы включить в эти планы А сейчас прямо будете обсуждать с городской администрацией? Имеет ли смысл сейчас обсуждать, учитывая, что выборы в сентябре? Ну, давайте начнем с того, что у нас, как бы, выборы выборами, а бюджет-то должен быть принят И поэтому сейчас как раз крайне важно пойти именно по пути того, что вот все эти предложения, вне зависимости от всех, там, партийно-политических событий Они все равно, там, необходимо с ними прорабатывать И вот вчера я встречался с главой администрации Дмитрием Валерьевичем Осиповым, да, то есть мы с ним обсудили, я рассказал о том, какие, каков порядок работы, вот это, наше экспертное сообщество Какие предложения были внесены, и мы договорились о том, что, там, вот уже до следующей встречи с губернатором мы все равно проведем некое совместное такое обсуждение Потому что и с его стороны, и с этим тоже нельзя согласиться, есть определенное экспертное сообщество, есть общественники, которые в том числе участвовали и в общественных обсуждениях, и в подготовке проектов, и нам необходимо, как бы, синхронизировать Вы, собственно, культурный совет сейчас говорите, да, при главе администрации Вот, поэтому, как бы, нам сейчас необходимо все-таки где-то там синхронизироваться в каком-то одном, ну, условно говоря, пространстве, да Для того, чтобы уже тот план подготовки и проведения мероприятий, которые там есть, можно было откорректировать, можно было что-то туда привнести Вот, собственно, вот в этом вся работа, назвали там курирование всех предложений общества Их очень сложно всех собрать, потому что сколько людей, столько мнений, да Но, по крайней мере, создать возможности для того, чтобы были высказаны те предложения, которые там адекватны, подготовлены И человек готов, условно говоря, там взять ответственность за то, чтобы это предложение там проработать более детально Ну, вот эту работу мы сейчас как раз и организуем Поэтому я надеюсь, что вот сейчас мы там всю эту активизацию проведем, активность проведем Было уже в рамках встречи обозначено, что нам надо на эти два года принимать с учетом приоритетности данного мероприятия Принимать областную программу для того, чтобы в первую очередь Областную программу по подготовке к юбилею? Подготовки и проведения, да Для того, чтобы там фиксировать какой-то объем денежных средств Потому что на сегодняшний момент, скажем так, распределение денег идет с точки зрения бюджетов министерств Да, там и прочих структур, что, соответственно, не очень правильно Потому что каждый раз необходимо вносить корректировки в программы, в бюджеты и так далее Правильнее было бы все-таки, чтобы была своя программа Туда изначально были уже саккумулированы средства С этой программой идти к федералам Говорить о том и разговаривать о том, сколько готовы дать они Показать им, под что мы готовы эти деньги освоить Ну и второй момент, о котором тоже говорили и эксперты, и в Рио И вчера мы с Осиповым на эту тему говорили о том, что необходимо все-таки идти по пути создания Что-то наподобие дирекции по подготовке и проведению празднования Как института, который будет непосредственно заниматься уже реализацией всех этих планов и предложений Который будет заниматься распределением и контролем за всеми средствами, которые идут по этой программе Это будут отдельные люди какие-то с отдельными окладами? Вот это все надо обсуждать Я думаю, что вполне вероятно, это будет какая-то самостоятельная организация должна быть Обалдеть! А где же деньги-то на них взять? Вариантов есть много Вот тут как раз то, что можно обсуждать Есть варианты, когда подобные дирекции могут существовать за счет бюджета Есть варианты на государственном частном партнерстве Есть варианты, когда финансирование существует за счет средств бизнеса Вариантов много Но вы считаете, что это должны быть отдельные люди? То есть это не должны быть чиновники, которые работают в администрации, занимаются какой-то текучкой Или какие-то люди из организации? А чиновники не справятся с этой работой Это как бы исполнительский уровень То есть здесь точно в тех регламентах и в тех правилах, в которых существуют наши чиновники Они эту работу качественно выполнить не смогут То есть в формате общественной нагрузки дополнительной это не будет работать? Нет, конечно Это нужна отдельная какая-то группа? Это нужны специалисты При том, что не по принципу создать еще одно юрлицо А по принципу минимального количества профессионалов на максимальное количество задач То есть это тоже то, что нужно решать сейчас уже в скорейшем времени В скорейшее время это сколько? Ну, по большому счету, чтобы было понятно Если мы говорим о том, что празднование юбилея попадает на 12 июня 2024 года То 650 дней перед этой датой это 1 сентября 2022 года То есть, грубо говоря, мы И это была идея, которая там всеми тоже была озвучена Стартануть за 650 дней до юбилея 650-летия Да, 650-летия То есть стартануть уже 1 сентября Понятно 4 минуты у нас остается, даже чуть поменьше Все-таки попрошу вас прокомментировать больше 5 Так, попрошу, звукорежиссер говорит Попрошу вас прокомментировать историю, которую мы обсуждали вчера в развороте Видели вы наверняка заявление в Рио Александра Соколова В адрес глав муниципалитетов По поводу их личной ответственности за гибель людей на воде, возле водоемов и еще что-то Мы вчера в развороте пытались выяснить Вообще есть у глав муниципалитетов не то чтобы полномочия, а вообще механизмы и ресурсы для того, чтобы это сделать И возможно ли предотвратить гибель людей на водоемах, на водных объектах Теми силами, которые сейчас есть в муниципалитетах Вы, я знаю, по области много ездите, наверняка можете сказать Ну, давайте начнем с того, что оборудование мест купания, оборудование пляжей является полномочием все-таки муниципальным Так Вопрос в том, как эти полномочия реализуются на местах И тот пример, на основе которого возникло данное заявление, говорит о том, что в принципе полномочия не выполнялась И поэтому возникло подобное заявление, как мне кажется, что здесь должна наступить ответственность Да, у нас там пусть жара и пусть возможны докупания там все-таки не три месяца, а две недели Но там это не освобождает от ответственности того, чтобы эти места оборудовать Люди все равно пойдут А где деньги-то взять на это? Люди все равно пойдут к воде, а привлекайте бизнес Мы вчера у представителя инспекции по маломерным судам спросили, сколько у нас в регионе оборудованных пляжей, вообще мест предназначенных для купания Их меньше, чем районов в Кировской области, уж не говорю про муниципалитеты Вот, естественно Вот, а в остальных-то местах люди куда идут? Они идут в необорудованные места Ну, и это тоже как бы тот вопрос, который, на мой взгляд, тоже должен регулироваться деятельностью глав муниципалитетов То есть, чтобы люди не ходили на необорудованные места, надо создать конченную Оборудованные Оборудованные Деньги на это взять и бизнес Если муниципалитет там сам не в состоянии, значит, его задача отдавайте по бизнесу А бизнес-то в муниципалитетах вообще, его там много, он еще есть там живой, вот тот, который способен средства выделять? Ну, знаете, для того, чтобы оборудовать пляж и поддерживать его работоспособность, это небольшие бюджеты Любой бизнес может вполне очень быстро отбить и на каких-то доп. услугах, да, там, лодочки, там, жилеты в аренду, я имею в виду, да, то есть, какой-нибудь общепит и так далее, да, там, вот на этом можно отбивать эти деньги, да, то есть, которые вкладываются Две недели в году Ну, а что делать-то? У нас ведь не юг Я понимаю, но других вариантов там на сегодняшний момент все равно не предвидится, да, то есть, там, МЧСники, маломерщики, там, те, которые обеспечивают безопасность на воде Ну, как бы это точно не их полномочия, не их функция Поэтому, вот, собственно, ну, вот я знаю, что в Амутненске они эта тема озадачились, и у них вот в этом году идет большое обновление их набережной, как раз с точки зрения того, чтобы сделать это привлекательным местом для легального купания Ага, слушайте, а вот какие-то проекты возможно под это привлекать? Ну, то есть, я не знаю, вот по ПМИ мы вчера упоминали, например, можно как-то это в ПМИ вписать, оборудование мест отдыха на водоеме или нет? Ну, слушайте, ну, конечно, можно, вопрос только заключается в том, что это в рамках, если это делать по ПМИ, то это жители должны решить Что именно это? Если у жителей есть такая потребность, да, там, есть, если администрация опять начнет продавливать, то тогда это уже будет не по ПМИ То есть, это может быть, там, возродить тему, связанную с народными бюджетами, да, то есть, как один еще из проектов по инициативному бюджетированию И тогда уже говорить о том, что местная власть должна убедить будет жителей в том, что вот оборудовать это будет первоочередная задача Плюс ко всему у нас же, еще раз говорю, там, о том, что это небольшие бюджеты Вот очень много, там, есть на тех же территориях инициативных организаций, людей, кто мог бы помогать, там, всевозможные волонтеры, там, спортсмены и так далее Кто мог бы помогать в содержании и заполнении вот этих официальных пляжей Поэтому вопрос, все-таки, главный вопрос заключается в том, чтобы, ну, местная власть захотела этой темой позаниматься, несмотря на то, что это 2-3 недели в году Не знаю, я вот не согласна с вами, мне кажется, главный вопрос в деньги упирается все-таки Ну, это самое простое все А денег в муниципалитетах немного Самое простое все, упереть в деньги Понятно Вы думаете, это отмазка такая Инструмент, на котором мы приобретаем ресурсы, я всегда всем говорю Цель не деньги, цель ресурсы На этом мы точку пока поставим в нашем особом мнении Многоточие Спасибо большое Михаилу Курашину, вице-спикеру Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва Эксперту регионального центра по поддержке социально-ориентированных НКО И мы со слушателями прощаемся Всем хорошего лета До свидания Особое мнение на 101FM